Мы сидели в интервале, все было хорошо. Одну бутылку распили, Костя ушел за второй. Теплая компания из двух мужчин и женщины собралась в небольшой, но вполне уютной квартире вечером 9 января. Хозяин жилища пригласил в гости коллегу по работе и ее приятеля. Во время застолья между сослуживцами вспыхнула ссора. Как вообще между ними начался конфликт, ссора? Ну они сначала разговаривали все про работу, там что-то деньги, там разговаривали. Все громче, громче. Она его напомнила. Ты помнишь, как ты меня два раза осиловал? Он тут отнякился. У вас как-либо не покоробило, когда по факту ваша женщина, с которой вы поддерживаете отношения, говорит вам о том, что было какое-то сексуальное или иное насилие вообще с другим другом мужчиной. По утверждению гостя, он решил избежать этого неприятного разговора и ушел в ванную комнату. Когда вернулся, увидел хозяина квартиры с ножом в руках, а женщину на полу в луже крови. Подозреваемый вину в инклюзивном преступлении признал частично, именно пояснил только об обстоятельствах убийства мужчины, показав, что к убийству женщины он не причастен, что это убийство совершил погибший мужчина, а он, обнаружив труп уже женщины, совершил убийство мужчины. Он находился в каком-то невменяемом состоянии аффекта. Но, опять же, это его версия, она также будет проверена. Сыщики засомневались в версии мужчины по ряду причин. Прежде всего потому, что сразу после задержания он заявлял, что сначала женщина убила хозяина квартиры, а он убил ее. Кроме того, у обоих погибших оказались очень похожие ножевые ранения в области шеи. И оба были перед убийством избиты. Ситуация такая, у вас человек захлебывается в крови, а чего ж вы сидите, не оказали ни первую помощь ему, ничего? Да я сам растерялся, испугался. Нож, которым вы его ударили, вы куда дели? Я ему положил в руку. А зачем? Ну, это мой страх, может, еще что-то. Сыщиков удивило то, что подозреваемый пришел на место преступления, через два дня принес с собой спиртное и две церковные свечки, зажигал их и держал в руках, якобы, чтобы не включать в комнате свет. Ко всему прочему, перед уходом из квартиры мужчина зачем-то забрал сотовый телефон и банковскую карту погибшего. Ответы на все эти вопросы предстоит найти в ходе следствия. До суда мужчину арестовали. Продолжение следует...